Здравствуйте! Мы команда проекта Growing Up. Проекты из следующего монтажа и ритма в анимации. Наша команда состоит из шести человек. Юлия Зотова, Лилия Незамединова, Мария Татаренко, Катя Шаповалова, Настя Виноградовой и Настя Щербиной. Сейчас мы бы хотели представить вам наш проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Проект «Кровенап» представляет из себя постмодернистскую интерпретацию хаотической и нелинейной природы разума человека на протяжении не менее хаотического процесса взросления. Сюжет уступает место чистому погружению в пограничный мистический процесс исследования изменчивости и скоротечности жизни. Сцена сменяется сценой, образ сменяется образом, стиль сменяется стилем. Так же, как и жизнь, меняется от дна в день, от мгновения в мгновение, от огненных вершин страсти до леденящего дна отчаяния. Каждая сцена постулирует уникальный концепт, отличный от всех других, содержащихся в фильме. Отрывки будут оторваны друг от друга и согласованы не логической связью цепочек, а ассоциативной эмоциональной спиралью. Отдельное внимание уделяется отличию мировоззрения ребенка от мировоззрения взрослого. Легкие, яркие, но приземленные сцены сменяются мрачной и абстрагированной реальностью. Таким образом, происходит ассоциативное исследование метафизического субстрата повседневных реалий. Фильм бросает вызов объективной реальности и нормам восприятия через свои абсурдные, абстрактные или напротив совершенно обычной сцены. Такое сочетание обыденной действительности и психоделической надреальности создает уникальную атмосферу, напоминающую мир сновидений. К примеру, в одной из сцен символически передается тяжесть выбора, ноши ожиданий общества, возложенных на человеческую личность. Мы видим, как человек, полностью сформированный, приходит в мир из бутона, как бы раскрывая изначальную связь человека с природой. Отдельное внимание можно уделить манере раскрытия бутона, передающей открытость детской души. В фильме можно выделить несколько основных нарративов, маркированных сменой стилистики, и эти нарративы развиваются параллельно. Двухмерные и трехмерные миры противопоставлены друг другу детство и взрослость. И антитеза как принцип построения мира постоянно нарушает зрительские ожидания, поэтому, когда зритель смотрит наш фильм, он не может расслабиться и почувствовать себя комфортно из-за своеобразия, изобразительного пространства нашего фильма. В некоторых сценах двумерное пространство 2D соединяется с 3D, с трехмерным. И такое смешение показывает переходные этапы, то есть мир не делится на черное и белое, на детство и взрослость. Есть какие-то разные оттенки, есть подростковый возраст, который имеет что-то от детства, что-то от взрослости, что-то совершенно новое, не похожее ни на детство, ни на взрослость. Более того, в организации нашего фильма мы используем кольцевую композицию, то есть отправной точкой является небо, которое видно за вершинами деревьев. И фильм этой же самой сценой заканчивается. И образ леса во многом связан с ситуацией взросления. Здесь мы можем вспомнить такую антропологическую теорию, как обряд инициации, о которой подробно можно будет почитать в нашем оссе. Более того, несмотря на то, что фрагменты фильма выполнены в разной эстетике, разными техниками, их объединяет так называемый наивный материал, то есть пластилин, график, который отсылает к технике оригами. Некоторые изображения похожи на кляксы, и часто сложно вычленить какой-то смысл. И с детской манеры изображения рождается набор взрослых смыслов. И это, собственно говоря, начиная с теми самыми страшные красноармейцы и Ленин, и заканчивая чем-то глубоким, серьезным, разными концептуальными выкладками. Наш проект вдохновлен фильмом «Человек с киноаппаратом» исследует похожесть из-за репрезентации жизни через абстрактные образы. Однако, в отличие от работы Вертова, которая представляла из себя серию сцен городской жизни, я снял их на пленку, наш фильм «Гройнап» – мультипликация, выполненная во множестве стилей от топ-мошен до трехмерной цифровой анимации. Анимированные природы фильма открывают доступ к множеству образов и позволяют более достоверно передать абстрактную мета-реальность. Каждый сегмент открывает окно в субъективное восприятие мира участников проекта. Подобная визуальная форма и идейная составляющая были вдохновлены слайд-фильмом Юрия Соболева «Мантлы», созданной для спектакля Михаила Хусида «Почта», в котором аудиовизуальная среда полиэкрана, построенного на образах индийского искусства, погружала зрителя в сконструированный авторами космос. Цель нашего проекта – создание пилотного варианта анимационного фильма. В текущем этапе основными задачами являются создание сценария, воплощение индивидуальных сцен, соединение ассоциативными связями в один общий видеоряд. Наша работа включала в себя технологии объемной кукольной анимации, перекладки, плоского пластилина, а также компьютерные анимации 2D и 3D формата, которые созданы в совершенно разных стилистиках. Тем не менее, их объединяет простое стилизованное художественное решение и ряд образов, которые проходят из отрывка в отрывок. Женский образ, образ ненасыпного потребителя, ребенка, образ цветка, ростка. Конечно, в реализации нашей авторской задумки огромную роль играет монтаж. Дело в том, что мы воспроизводим не линейный сюжет, а хотим попытаться сконцентрировать зрителя на собственных ощущениях и субъективных переживаниях от просмотра видеоряда. Именно поэтому монтаж играет основополагающую роль в нашем ролике. Такие вещи, как склейки, перебивки, различная продолжительность сцен, различные крупности планов – все это вызывает определенное эмоциональное состояние у зрителя и помогает усилить ощущения от просмотра видеоряда. Также хочу отметить, что несмотря на то, что в нашем ролике нет общепринятой трехактной сценарной структуры, в нем есть своя драматургия, присутствует развитие конфликтов и напряженностей, которые считываются скорее бессознательно благодаря монтажу. Агрессивная склейка, кадры, нарезающие друг на друга, прерывающие действия предыдущего – все это вызывает конфликтное напряженное состояние и держит внимание зрителя в тонусе. Опять же, чтобы держать напряжение в течение всего видеоролика, мы уделили особое внимание работе с динамическим рядом. Такие вещи, как перебивки, увеличивающиеся в количестве с приближением кульминации, различная продолжительность сцен, к примеру, от более медленных, спокойных в начале к быстрым, динамичным, прерывистым в конце, различные крупности планов. В более драматичных сценах нашего видеоролика мы использовали крупные планы для наших персонажей, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на эмоциях, передаваемых персонажем, в том числе погружая самого зрителя в определенное состояние. Такие же вещи, опять же, как склейка в монтаже по действию масштаба вызывала особый контраст и напряжение в самом видеоряде. Таким образом, можно сказать, что монтаж играет основополагающую функцию в нашем ролике, так как он помогает раскрыть нам авторскую задумку, если сконцентрировать внимание человека на собственных ощущениях и субъективных переживаниях. Все вышеперечисленные приемы, такие как перебивки, склейки, различные продолжительности длительности сцен, различные крупности планов, все это вызывает определенное эмоциональное состояние, усиливает ощущения от просмотра видеоролика и помогает получить необходимый эмоциональный и, может быть, даже физический опыт переживания. Фильм готовится для любителей экспериментального абстрактного кино, включая старых фанатов и новичков, которые только открывают для себя этот жанр. Отдельное внимание ожидается от молодых людей, которые находятся на пути перехода от детства взрослений. Проект позволит осмыслить текущую парадигму их сознания. Фильм актуален в информационном ландшафте постправды и отступлении от объективизма, благодаря своей природе глубокого субъективного восприятия. Фильм является полностью реализуемым даже при маленьком бюджете и малочисленной команде аниматоров, так как главным в проекте является не техническое мастерство анимации, а глубинный смысл, заключенный под поверхностной простотой. Таким образом, громый апп можно сравнить с панк-роком, передавая сложные концепции через базовые медиумы, доступные и понятные широким слоям общества. На текущей стадии проекта сложно сказать и в его окупаемости. Экспериментальное кино не находит успеха в аудитории мейнстрима. Его сложно протолкнуть в кинотеатры. Однако данный жанр может найти признание в онлайн-пространстве. Возможно, отсутствие внимания к фирму только усилит его символический посыл. Но есть шанс того, что проект станет культовым и вечным, и найдет достойное пристанище в глубинах мировой паутины. В нашей группе роли были распределены следующим образом. Идея. Настя Виноградова, Лилия Незамеденного, Катя Шаповалова и Юлия Зотова. Аниматорами, соответственно, являлись те же самые люди, то есть авторами роликов, которые вошли в финальный эпизод. Разработкой сценария занималась Маша Татаренко и Катя Шаповалова, так как она сделала первоначальный монтаж, который включает в себя сценарную проработку. Промежуточный монтаж принадлежит Юлии Зотовой, и итоговый монтаж с ритмической проработкой и музыкой принадлежит Лилии Незамединовой. Авторами письменного комментария, то есть эссе, являются Настя Виноградова, Маша Татаренко, Юлия Зотова и Катя Шаповалова. Все участники записали комментарии в проделанной работе. Монтаж этих комментариев принадлежит Насте Щербиной. Сборка архива Лилии Незамединова. Сборка архива Лилии Незамединова.